Радио 13. 3W.Radiotrinh.ru 13. Жизнь прекрасна и удивительна! Если вы пришли к Богу в гости, вы разговариваете с ним, не отвлекаясь с ним на других людей, которые могут вас дергать. Например, все люди, скажем так, темные, ну такой немножко утренний термин, они работают в церквях всегда, и их задача, например, ряд каких-то заклинаний, строится на том, чтобы человека отвлечь. Соответственно, если вас кто-то просит, а передай, пожалуйста, свечку поставить, ни в коем случае не передавай. Не надо с человеком ругаться, просто отойдите в сторону, можно рукой показать его, ну иди. То есть просто пропустите его, да? Да, просто пропустите. Если ты общаешься, разговариваешь с иконой, там, иконой Божьей Матери, там, угодников, Христа, постарайся стоять так, чтобы между тобой иконой не ходили там разные бабки, детки и другие люди. В этом случае они будут твой настрой сбивать, и благодать может уйти к ним. Дальше. К сожалению, очень многие используются в их работах, особенно в темных работах, чужие свечи. Поэтому пусть на вас будет коз смотреть с лужки, пусть вам будут что-то бабки говорят, что так нельзя, откуда пошла. Вот вы постояли со свечкой около иконы, просили чего-то, пальчиками аккуратно затушили светилек, свечку унесли домой и там дожгли. То есть не оставлять перед иконой. Не оставлять. Свечи остаются перед иконой только единственным случаем, когда упоминаете покойников. Есть такой канон, там специально такая квадратная подставка, где стоит свеча, вот там свечи оставляются. Вы упомянули усопших, эти свечи не должны выйти из церкви, все. Все остальные свечи забирайте домой, лучше дождите дома перед иконой. А вот если дома нет икон, например, ну ведь и многих же нет. Ну а что, трудно купить икону? Да нет, ну мне кажется, очень, ну вот я не знаю, ну по крайней мере я его сужу по своему кругу, собственно, да. Ну какие проблемы, поставьте свечку в подсвечник и зажгите. И все, да? Ага, то есть вот того, что мы зажгли свечу и с просьбой обратились вот к какому-то образу, да, к какому-то святому или просто вот в церкви, этого достаточно, да? Свечка церковная, мы купили в церкви эту свечку, она священа по всем правилам, поэтому проблем здесь нет. А вот со святой водой что-то может быть есть или нет, или святая вода это все-таки такое вещь, на которую... Возвращается во многих, очень во многих обрядов, и не только батюшками, но и нашим братом, грубо говоря. Соответственно, если вы взяли воду в церкви, никаких проблем здесь нет. Вы сами налили себе, сами взяли. Если вам кто-то дает уже готовую воду, типа бабушка какая-то, вот я здесь доченька там или мелок, налила воду, вот на тебе. На боль спасибо я сам налил, или сама налил. Брать ничего нельзя. Просто вот у меня буквально, ну, где-то месяц назад как раз был подобный случай, я захотела набрать воды, а с собой у меня не было, ну, тары, да, куда налить. Сейчас продают тару, а все в церкви. Вот, нет, ну там не продавали, но стояли бутылки налитые уже. Я почему-то побоялась, ну, чисто интуитивно. Я побоялась, вот брать ее не надо, да? Не стоит, не стоит. То есть тоже можно подхватить что-то, как вирус, да, какой-то подхватить. Всегда доверяйте своей интуиции, если вам интуиция что-то подсказывает, всегда правда. Это всегда самый верный ответ, самое верное ваше действие побудительное. Соответственно, интуиция ваш друг, в первую очередь. Если вы не хотите от человека что-то брать, а он насильно вам что-то сует, не берите. Просто не берите, потому что с вещами передать какую-то бяку вам, это элементарно. Любую, абсолютно, вплоть до там смертельного проклятия. Ой-ой. Да. Хорошо, а мы еще вот немножечко коснемся этой темы, я имею в виду церкви, да? Да, пожалуйста. Вот смотрите, вот крестики, да, вот, например, часто люди находят на улицах какие-то вещи, и кресты в том числе. И вот всегда возникает вопрос, куда этот крест девать? Вообще, что с ним можно делать, нельзя, потому что... Ну, во-первых, нельзя брать крест. Ни один крест просто так у человека не исчезает, и не падает, и не роняется, и не разбивается, и не ломается. А по каким причинам он может вот соскочить, вот, например? По разным причинам. Самое элементарное, на вас было какое-то магическое воздействие, он принял на себя удар. Он вас защитил. Угу. Самый простой вариант. А другие варианты, их очень много. Да. Вы очень плохой человек, и крест просто ушел от вас. Вот так даже бывает. Да, да. Потому что просто кресты не уходят. Соответственно, если вы где-то на улице увидели крест, хоть обсыпанный бриллиантами, там, толщиной в палец, там, червяное золото, и насколько у вас ни тряслись руки, ни капала слюна, желание взять всего, ну, возьмите, вы огребете столько, что еще вашим правнуком останется. Ага, то есть в любом случае. Да. Ну, хорошо, а если так вот получилось, что уже взяли, и там, неважно, как бы, насколько он там ценен, да, вот вы взяли, например. Отнести в церковь. Отнести в церковь. Да. А потом бежать к мастеру, чтобы вас проверил и снял с вас б, акуса она есть. Она у вас будет сто процентов. Вот как даже. Да. Друзья, будьте внимательны и осторожны. Хорошо, а вот с находками еще, так же на улице, вот деньги, например, да, вот, знаете, вот, ну, вот, у всех способности разные, да, вот, у меня, например, в этом плане, мой достопочнимый отец, в этом плане я его называю металлоискателем такой, знаете, вот он постоянно находит деньги какие-нибудь, ну, вот мелочь, я имею в виду, я не беру крупные купюры, хотя и это было тоже, но вот в основном мелочь, я все время хихикаю, поэтому... Да, 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 я все говорю, ты уже найди так, чтобы раз, вот, и успокоиться, вот, но, тем не менее. Можно ли вот забирать мелочи, и, насколько вот я читала в разных ритуалах, порой бывает так, что и на мелочи, ну, какой-то делается ритуал. Обычно мелочь откупается, либо на мелочь сбрасывает свои болезни, но, ну, нашли мелочь, ну, смотрите, где вы ее нашли. Ну, я имею в виду на улице, там, да, например. Обычно мелочь сбрасывает на крестообразных перекрестках. Ага. Вот, если вы нашли мелочь на таком крестообразном перекрестке, лучше не брать. Ага. Ну, потому что это всегда, это 100% того, что кто-то сбросил, либо откупился от чего-то. Потому что обычно, если, например, в лесу делаются разные вещи, там, либо лечишься от болезней от разных, потом выходишь из леса, и на крестообразном перекрестке через левый плечо кидаешь горсть мелочи. Все, кто нашел, тот нашел, кто поднял, тот сам дурак. То есть такая лотерея, да? Ну, фортуна лотерея. Если на всяких других местах, ну, опять-таки, ну, лично я деньги не поднимаю. Бережено, Бог бережет. Ну, у всех разных достаток, все люди разные, нет никого одинаково, поэтому смотрите, как вам подкажет интуиция. Если что-то подказывать лучше не брать, лучше не брать. Целей будешь. Ох, сильно. А, вот, Андрей, еще такой вопросик маленький. Вот, на той неделе потерял пять тысяч. Как я тебя сочувствую. К чему знак? Кто-то вам сказал спасибо. Я надеюсь. Или это просто моя беспечность? Скорее всего, беспечность. И все? Да. Эх. Дрога положили, а тем более, откуда вы знаете, что потеряли? Может быть, у вас их вытащили как-то? Ну, скорее всего, потерял, потому что вытащили вряд ли. Просто некому и негде. А, ну, значит, потеряли. Либо, скорее всего, как это, чтобы это успокоить, первую очередь, у вас, ну, откупились от чего-то. Ну, возможно, так, да. Потому что такие случаи бывают, что, например, люди там теряют, там, какое-нибудь кольцо золотое, там, или цепочку золотое, просто откупаются. Ну, просто как мне сказали, что вот, типа, потерял пять тысяч, значит, больше придет. Такой вариант тоже возможен. Ну, знаете, в таком случае лучше, скорее всего, нет, я неправильно вам сказал, не лучше, а в большей степени подействует такая, поговорю, как несколько дней рукодающего, поэтому лучше раздать деньги. Хотя, вот, как бы, еще подчеркнул такой момент, где, кому нельзя давать деньги. Вот, да, интересный вопрос. А, целая наука. Да, да, да. В общем, по правилам. Андрей, а можно, вот, мы сейчас делаем маленький перерывчик, вот, а потом перейдем вот к этой целой науке. На самом деле, конкретно, прям, да, полная ручка. Да, 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 чтобы не перевернуть. Руби, Людов. За гранью реальности. Ну, вот, мы снова вернулись, друзья, Андрей Костин у нас в студии, по-прежнему Павел Вулканов, по-прежнему Мини Мишина. Я вернулся все-таки. Да. Из технических дебрей уже к разговору. 5 тысяч не нашли. Нет, не получилось. Увы. Ну, что, итак, тем более есть у нас такой вопрос и от слушателей, в том числе, и вот мы сами уже вышли к этому, да. Итак, кому, как мы там сформулировали этот вопрос? Кому давать милости. Да, кому давать милости, кому не давать. Опять-таки, это пример, это сформировано многими милками наших предков, которые, как уже доказала наука, не были идиотами и тупицами. Начнем петь в церкви. Милости не дается только когда и зайдешь в церковь, а не когда выходишь из нее. Нищие наши тоже забыли правила, хотя у них были тоже свои определенные правила. Они должны стоять, и у них должна быть чашка до подаяний, в которой кладется мелочь. Ни в коем случае нельзя давать в руку прямой контакт с рукой. Она кладет, мне еще про себя говорит кое-что, и делает такое движение. То есть не смотрит, и забирает, да, и забирает. Вот нельзя давать в шапку, дураком будешь, ну, как бы, ну... Ну, образно говоря. Мудрость это... Да, нельзя давать человеку, если он сидит на деревянном ящике, если он, конечно, не коллега, и то коллега должен сидеть тогда либо в кресле, каталке, либо там на какой-то дощечке. На дощечке, да, своей какой-то, ага. А потом нельзя давать людям, которые находятся ниже уровня земли, поэтому в этом случае ты даешь не богу, а даешь рогатому. То есть метро это тоже имеется в виду, там были какие-то приходы? Естественно, да, подходы, метро. То есть метро вообще в принципе не всегда. Вообще в принципе не всегда, ага. Метро ниже уровня земли находится. Слушайте, а вот эти нищие, которые там вот ходят, они вообще... Да, 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 да. Это не нищие. Нет, ну, понятно, это вот вся история по поводу, да. Ну, там же, наверное, из ста какой-нибудь один там обнаружится же, наверное. Там же не то, чтобы все прям, или нет, или прям... Знаете, я в это не верю. Да? Саду. Если человек, давайте, смотрите, если человек всю жизнь нормально работал, ну, грубо говоря, он был токарем на заводе, честный, работяга, он всю жизнь отрубил. Ну, просто, знаете, ему гордость не позволит ходить. Ну, да, согласна. Согласна. Я никогда не видел, ну, если я не знаю, до какой степени нужно дойти до нищенства, благодаря нашему государству, когда учителя стоят, милости не просят. Ну, у учителей, на старой закалке, есть тоже гордость. Конечно. А они не пойдут, если только с голода будет подыхать, и то, не знаю. Да, и то, да, да, ну, вообще, да, согласна, все, вы меня переубедили. Делайте выводы, если у вас очень много денег, пожалуйста, тогда, может быть, я приеду, возьму тоже. Значит, там бизнесмены. Готов принимать сладу население. Тогда мы идем к вам. Так, хорошо, ниже уровня земли, им все разобрались с этим, понятно, что ты... Всегда, когда даете милостыню, всегда говорите во славу Божию. Это закон. Ну, вот, по минимуму все. Хотя будут такие элементарные правила, соблюдайте. Намного легче будет жить. Спасибо. Мил, что там у нас... Открой, пожалуйста, вопросики, которые задавали слушатели. Озвучь, пожалуйста, тут мне не очень удобно. Какое расстояние должно быть между человеком и иконой? А, ну это вот Андрей же говорил уже об этом, да, чтобы никто не ходил. На усмотрение человека главное, чтобы в свободу не прошел другой человек между вами и иконой. Нельзя стоять вплотную, чтобы дышать в лика. Зачем это делать? Просто, ну, станете так, что человек не смог пройти. Боком никто протискиваться не будет. Хотя, вот я один раз видел такую наглую старуху, которая целенаправленно протискивалась. Ну, там, слава Богу, слушки ее выкинули. Ага. Ну, это был не единственный случай такой. Какой крест лучше носить или просто иметь, видимо, там, не знаю, на полочке дома? Все зависит от вас, какой подойдет. А крест лучше покупать в самой церкви? Да. То есть в ювелирном магазине ли стоит? Ну, можете купить ювелирный магазин, но потом надо будет освещать. Ага. Очень часто вот на ярмарках инмей, которые вот делают своими руками, да, очень часто вот из каких-то полудрагоценных камней, вот, из шлака очень часто делают, да, вот какие-то такие вот вещи. Или из проволочек часто вот тоже делают. Ну, в виде как просто украшения. Вот такой стоит. И вообще символ креста стоит вот носить вот купленных в таких местах. И что с ним делать? Его просто можно носить или все-таки лучше отсветить? Вернее, неправильно скажу. Вы уверены на сто процентов, что человек, который делает крест, у него были чистые помыслы? Да, хорошее замечание. Хороший вопрос. Так, понятно. А какой там был еще вопрос? А, по поводу могильного креста там что-то такое было, да? Можно ли иметь могильный крест? Вот. Был такой вопрос. Дома, идиотизм полный. А вообще, вот, кстати говоря, по поводу, ну, хорошо, да, я согласна, что идиотизм имеет могильный крест дома, там, в шкафчике где-то. Ну, есть человек, конечно, некромант, посвященный там в пятнадцатом колене, грубо говоря, он еще, может, не такие вещи имеет. Нет, ну, мы же говорим о все-таки, о среднестатистическом человеке, который... Могильный крест, который вот прям вот большой такой, да? Да. Не, ну, зачем? Нет, ну, может быть, небольшой. Нет, ну, есть же обычные, которые вставляются. Ну, люди разные. Хотя, вы знаете, если бы мне кто-то сказал, что у меня дом могильный крест, я бы посоветовал сходить на прием к психиатру. Ну, я думаю, что вот все присутствующие здесь в студии, наверное, посоветовали бы это сделать. А вот, знаете, какая история? Вот смотрите, очень многие люди, ну, это связано с сложностью покупки, да, и вообще ценой на, например, места на кладбище, да, вот, например. Вообще стоит ли заранее это покупать? Знаете, вот, когда вот новорожденный рождается, да, есть такая примета, что не надо этого, ну, не надо покупать там вещи, пока малыш не родился. Надо пяти лет, а ребенка вообще на кладбище нельзя брать? Не-не-не, я сейчас даже не про кладбище, я вот про вот какие-то приметы, да, какие-то есть. А вот, например, с темой смерти, есть ли такие вот приметы? Ну, как люди покупают, да, вот там, купили себе место и лежат, и говорят, да, у меня место есть уже. Стоит ли вообще это делать, или в этом ничего такого страшного? Мне бы не стоило это делать. Пош, вашей смерти, я думаю, вам все равно для вас похоронен. Ну, мне вообще, да, все равно, честно говоря. А так, вы покупаете себе место на кладбище, соответственно, уровень подсознания, вы себе кладете в программу. А, ага. То есть это просто вот на этом уровне, да? Да, потому что подсознание, подкорка никак не зависит от ваших умозаключений, ваших желаний. Программа пошла, программа стала работать. Андрей, а вот на кладбище есть какой-то кодекс поведения? Да, абсолютно. Во-первых, кладбище – это другой мир, своими законами. Мертвых и кладбищ надо уважать. Вы приходите, да, в гости. Поэтому люди, которые там, ну, те же самые вандалы, которые начинают бесчиняться на кладбищах, они долго не живут. Либо у них очень много больших проблем случается. Соответственно, ну, обычно это касается не только поведения, а самих похорон. Ну, грубо говоря, похоронная процессия. Впереди гроба идти нельзя. Почему? Ну, вы хотите пойти через 40 дней следить за покойником? Я нет, я не хочу. Соответственно, не нужно. Это народная применция, которая работает всегда. Ну, соответственно, прямым кровным родственникам нести гроб нельзя. Потому что, ну, покойник заберет с собой двоих тогда. Кровные по прямой линии? Да, по прямой. А, по прямой. То есть двоюродные там всякие – это уже можно? Ну, лучше троюродные. Потому что двоюродные начинается прямая кривоная линия еще. А, вот так. Я поэтому, собственно, и уточняю, потому что много вопросов. Там уже строюродные и так далее. Пошло уже можно. Ну, как бы обычно нанимая, других людей просят. Да, собственно, чужих, там, тех же самых нищих подрабатывают иногда они таким образом. Желательно никаких таких ценных вещей, и сумок, там, шарфов, шапок, которые, если, конечно, не зимнее время, в общем, нельзя брать с собой на кладбище то, без чего можно обойтись в данный момент времени. Потому что есть такая примета, если во время похорон какая-то вещь упала на кладбищенскую землю, и вы ее подняли, ну, не вы, конечно, там человек и поднял, то, соответственно, он претендент быть следующим. Ой-ой-ой. Так, то есть ее стоит оставить, да, если упала и упала? Что упала, значит, принадлежит уже к кладбищу. Это уже не важно. А как же паспорт? Это ваша проблема. Понятно. Не надо ронять. Не надо ронять. А с другого, я хочу задать вопрос, а за каким вы тогда на кладбище размахивали паспорт? Ну, мало ли, сумка, знаете, я не закрываю сумку практически никогда, ну, ты такая вот... Оставьте в машине сумку, там, багажник поставьте. На чем? Тогда стелку побьют. Ну, пойти, не, 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 на самом деле... Ну, и сумку, представьте, на бабу, стекле. Деньги и паспорт лежит. Оставь деньги в машине, побьют. Это уже мы утрируем, грубо говоря. Соответственно, нельзя нести крышку от гроба на голове. Сам видел два раза. Есть такие умники, которые надевают это. Ну, это же не шляпка, тамская. На идиотизм абсолютно еще, Пах. Зачем это делать? Ну, удобно нести. Не, ну, в общем, да, если как бы несут двое, то, наверное, удобно и головой подпилить. Лучше заходить через калитку, если есть калитка на кладбище. Потому что обычно ворота для покойников. Он въезжает в ворота, он въезжает в свой новый дом, в свой новый мир. Соответственно, это не для живых. А лучше успеешь побывать в ворота в свое время. Ну, да, все мы там путем, как говорится. Соответственно, выходить тоже через калитку. Но, слава богу, уже как бы ворот закрывается, когда покойников принесут. А вот, знаете, какая история, смотрите, вот не всех же прям непосредственно хоронят некоторых и, к сожалению, вот кримируют, да, людей. И люди очень часто, ну, мы сейчас говорим о Москве, о том условии, да, что люди, очень многие приезжие, и порой просят похоронить себя на своей родине, там, где они родились. Не всегда наши отпуска и вообще вот с этим связаны. Вот когда мы забираем урну, можем ли мы ее хранить дома? Это вопрос к урну, на самом деле. Или надо сразу вот... То есть ничего в этом такого нет? Даже специалист особо ничего не скажет. Но, если опять-таки, ну, я как человек с практикой, с определенной, я бы посоветовал, чем быстрее, тем лучше, отвезти на родину. Ну, потому что они все-таки прах, это мертвый человек. Зачем вам дома держать дух мертвого человека? Он и так год будет, сейчас китайцы по земле, а 40 дней он будет привязан к своему дому. Зачем вам, например, плутыргейст дома? Ну да, абсолютно не нужен. Особенно, когда маленькие дети, то, соответственно, вы понимаете. Ага. Ну, обычно такие вещи дают отпуск, дают какие-то отголы, люди входят в положение, слава богу, еще не оскотились окончательно. Поэтому, ну, чем быстрее, тем лучше. Так, ох, друзья, я не знаю, как вам, а мне на эту тему говорить тяжело. Вот, давайте это переварим немножко, прервемся. Радио 13. За гранью реальности. Ох, друзья, мне кажется, на эту тему говорить не переговорить, да? Вы согласны со мной? Это точно. Я, на самом деле, очень много полезных вещей для себя услышала. Да, я думаю, нет, и одна вообще-то. Я очень рад, если мои слова будут вам в пользу. Это однозначно, Андрей. Вот, вы знаете, уже про много мы поговорили, и вот на, как бы, финалочку у нас немного времени осталось. Хотела бы поспрашивать по поводу вот маленьких детей, да, новорожденных в частности. Знаете, вот я заметила, например, на своей дочери, когда вот она была маленькая, она очень остро реагировала на чужие взгляды, вообще у вас прогулки приходила очень нервная, очень такая плачущая была. И мне ничего больше не оставалось делать, как умывать ее святой водой. Кто-то мне предсоветовал, сейчас уже не помню, как только я это делала и смачивала руки и ноги. У ребенка, ну, снимались вот истерики, это вот реальный факт из моей собственной жизни. Вот, помимо этого, может быть, есть еще какие-то рецепты, которые можно было бы сказать, или, может быть, правила какие-то, вот как оградить детеныша от гадостей всяких? Ну, так решение вообще желательно, чтобы видели только кровные родственники этого ребенка. Они показывают всем подряд. Например, даже вот раньше акушерки, еще в советские времена, когда ребенок родился, заворачивали его и носили, чтобы даже что-то не видел. И есть там какая-то там не сестра проходила, и да, посмотрела, иди, иди, ничего тебе смотреть. Ребенок – самое беззащитное существо. Там энергетики-то еще практически нет. Да, с одной стороны, он считает, что ребенок всегда находится под защитой Бога. Хотя могу поспорить, например, и пока ребенок не крещеный, это еще бабка на две сказала. Соответственно, ребенок очень сильно подвержен чужой энергетике. А недобрых людей, недобрых взглядов сейчас стало очень много. Люди вообще стали злые в своей натуре, безумно злые. И, соответственно, ребенок, как губка, хватает, это элементарно. А сам он переварить-то не может, потому что у него нет опыта и нет энергетики своей практически. И у нас тут только беззащитное, что начинаются эти истерики, плач, нервозность. Он будет жаловаться на животик, там, с ним может быть поносы, там, ну, разные вещи. Поэтому первое правило, пока ребенка не покрестили, лучше, чтобы его поменьше народу видели. Поменьше хвастать своим ребенком, какой он хороший, там, как он хорошо кушает. Вы можете сами согласить своего ребенка. Вот как даже. То есть мама сама может это сделать. К сожалению, такие вещи бывают. И, соответственно, ну, не знаю, все знают про примет, что ребенка первый раз стригут только, когда ему год исполнился. Соответственно, лучше, это примет, одержаться. Потому что сейчас новая мода стала, вот давайте ребенка пострижем в полгода. Когда ему исполнился полгодик, он уже весь зарос. Были такие люди, сталкивался, потом очень много проблем с этим возникает. Лучше не нужно. Соответственно, главный защитник ребенка, пока он совсем грудной, это мать. Потому что там будет прямая связь, там еще и поповина не оторвалась. Энергетическое, имею в виду, поповина. И, соответственно, в таком случае могу посоветовать, что мать тоже уязвима. Так что были роты. Она еще не восстановилась не только физически, но и энергетически. Она уязвима. Поэтому, ну, поменьше общайтесь с родственниками разными. Поменьше вы забейте в дом кучу гостей, чтобы там подруг все это видели, усипусе, розовое слое. Потому что не факт, что ваша подруга вам не завидует. Ну, да, да. Это точно. А что-то, может быть, можно сделать? Вот, я не знаю, там, на колыбельку привесить что-нибудь. Не знаю, гвоздь в косяк забить, в конце концов. Не знаю, там. Ну, самый простой вариант – это булавка. Покупаете новую булавки, на ночь опускаете святую воду и с внутренней стороны, уже с стороны квартиры в косяк, вот, чтобы я смотрела вниз, ну, втыкаете. А булавка имеется в виду какая? С ушком такой. С ушком. Она самая простая такая, да? Да. Не английская. Да, не английская. Это обережет от многих, многих, многих вещей. Можно, конечно, воткнуть нож. Ой. Ну, нож, во-первых, должен быть новым абсолютно. Ну, а в-вторых, ну, как бы, не очень смотрится, когда в косяки торчит. Ну, в общем, да, возникают вопросы. Нет, ну, у кого как, конечно, да, я вот к своему косяку я вряд ли смогу пристроить кожек. А вот булавочку – да. Да, это самый элементарный способ. А так, ну, будьте бдительны. Поменьше говорите. Защищайте свой дом, потому что дом – это ваш родовой замок, ваше кнездо, ваша энергетика, где вам должно быть хорошо. Но когда ваш дом становится проходным двором, то из этого дома не только уходит счастье, удача, уходит домовой, который оберегает ваш дом. Ну, соответственно, это становится, ну, не знаю, ну, как кладбище, пустое место. Ой, как страшно-то. К сожалению, это правда. А скажите, вот, мне всегда интересовал вопрос, вот, кстати, по поводу домовых. Вот в многоквартирных домах, каждый домовой, он в каждой квартире… В многоквартирных домах их много. Вы имеете в виду много монолку? Нет, я имею в виду обычные наши дома. Вот он в каждой квартире. Да, у каждого свой. У каждого свой. Вот, все. Или просто один на все строение. Они еще там по трубам по вентиляции ходят, да, разговаривают, свои там посидятят. Ага, 16-этажка, двухподъездная. Ну, вот да, к примеру. Сколько квартир? Один домовой на всех, да мне его жалко. На милой, понимаете? Я же просто не знаю, да? Я так думаю, это… У каждой квартир свой домовой. У каждого свой, ага, понятно. Ну, я так понимаю, домовой, это же не какой-то милый, как это… Как в мультиках, да, вот, милое существо, которое там ходит против. Далеко не всегда он милый. Ну, по поводу на тему домовых можно тоже много говорить, я думаю, что, к сожалению, эфир. Да, это тема отдельная, наверное, передача, да, сущностей, которые живут с нами вместе. Да, сущностей очень много, их, как бы, ну, желательно, не все, конечно, это всех невозможно знать, но хотя бы элементарные вещи надо знать. Так, Андрей, вы нам о них расскажете? Ну, сейчас конкретно, а вообще? Расскажу, если пригласите, расскажу. Вот, все, отлично, заручились, заручились как это обещанием, что вы к нам придете еще раз. Мы с удовольствием вас пригласим. Это здорово. А вот, когда мамочка будущая, вот она еще в положении находится, может быть, есть тоже какие-то приемы, чтобы оградить? Я так понимаю, что там тоже есть… Если мамочка крещу, она лучший способ – это молитва Пресвятой Дею Марии. Это самая лучшая молитва. Молитва Ангела-Хранителю. Ангел мой дорогой, будь всегда со мной, защити меня от бед и злых людей. Аминь. И все? Да. Можно своими словами сказать, главное, чтобы это все ушло от сердца. А им так б-б-б-б-б-б-б-б-б-б, все, я пошел. Ну да, отчитал и все, да? Когда эту молитву произносить? На ночь глядя, с утра, в автобусе, когда? С утра. С утра. Особенно, если вы куда-то выходите, лучше с утра. То есть перед выходом из дома? Да, перед выходом из дома. Потому что дом, как бы вы защищены на своем доме, это ваша энергетика, она вас будет защищать. И уж, пожалуйста, люди, ну уберите фотографии своих больших животиков и социальных сетей. А, вот тоже, да. Уберите фотографии своих детей, новорожденных, маленьких. Ага. Уберите фотографии, где вы счастливы. Есть очень много злых людей, которые захотят доказать вам, что у вас не все так хорошо. Не все так хорошо. А потом люди удивляются, а почему у меня дети стали болеть, почему у меня там у жены роды тяжело прошли, или вообще там выкидыш случился. А вот, извините за выражение, нефига. Хвастаться. Да. Я себе представляю, через некоторое время, вот если действительно люди взимут вот этим вот советом вашим, да, и, представляете, хмурый интернет. Нет, ну как бы это не смешно не было. Есть много других фотографий, но, извините, беременность – это самое сакрофенное. Ну да. Это таинство. Всегда было таинством. А когда это таинство, там, показывается на всего лишь обозрение, когда там все… Ну сейчас очень модно. Сейчас очень модно. Да, да. В трусах, стрингах стоит в девятом месяце, вся такая довольность, вся счастливая. Ну, идиотка. Андрей, а вот скажите вот такую вещь. Ну хорошо, вот мы простые люди, да, которые там у нас есть возможность выставлять, а есть не выставлять, да, фотографии такого порядка или другого там, да. А вот если мы говорим об известных личностях, у которых, ну, по большому счету, не так много выбора, их просто фотографируют и даже порой без их спроса распространяют это фотографии. На известных личностях работают определенные люди. Ах, вот как, у них есть свои защитники. Какие? Ну, не у всех же. Кто, судя по всему, не всегда помогает. Ну да, наверное. Ну, здесь уже вопрос, у кого круче. Вот как, то есть это борьба магов фактически получается уже за них, да, там? Да. Ага. Вот так, друзья, не все так просто, как вам кажется. Вообще, действительно, этот мир очень большой, очень сложный. Очень сложный, да. И, знаете, мне кажется, Андрей, вы меня сейчас поддержите в том, что если все-таки мыслить позитивно, если мыслить, скажем так, во благо себе. И, в первую очередь, во благо себе. Да, во благо себе, то... Жить в гармонии с миром еще самим собой. То, ну, естественно, да. То это одна из самых серьезных защит будет наших. На Бога надейся, самое плохое. Ну, естественно, естественно. Хорошо, Андрей, вот буквально один такой вопрос перед тем, как мы завершим эфир. Скажите, ведете ли вы прием, вот, и, может быть, у кого-то назрел вопрос к вам лично? Можно ли как-то с вами связаться? Я веду прием не всегда, обычно только через проверенных людей, потому что мне, например, известность какого-то там мага знаменитого, крутого не нужна. Да, и вы знаете, как показывает практика, люди, которые действительно что-то знают, умеют, а не распространяются особо. Это нам не нужно. Ну, давайте этот вопрос оставим на следующей передаче. Какая я не готов. Хорошо, хорошо. Ну что ж, друзья, вот такая вот у нас тема. Я надеюсь, что вы все услышали, все запомнили. А если не запомнили, то прослушайте эфир еще раз. Так, вскоре появится у нас в группе ВКонтакте. Да, и я надеюсь, что все у вас будет, друзья, хорошо. Всего хорошего. Андрей Костин у нас был, Мила Мишина. Леди Яна. Павел Вулканов. Счастливо. Пока-пока-пока, друзья, до следующего понедельника. Жизнь прекрасна и удивительна.